Прежде всего несколько слов о текущей ситуации. Первое, что хотелось бы отметить, это объем бюджетных стимулов, который уже достиг 14 триллионов долларов, те деньги, которые бюджеты отдельных стран нарастили расходы. И, соответственно, в какой ситуации мы находимся сейчас? Это уровень процентных ставок регуляторов на текущий момент и по сравнению с десятилетним интервалом, то есть процентные ставки везде на сверхнизком уровне, за исключением Турции, пожалуй, которая пытается оккупировать валютный кризис. При этом денежная масса растет темпами выше, чем средние показатели прошлых лет, тоже существенно выше. Все это, конечно, создает дополнительный денежный навес, с одной стороны, и стимулирует спрос. Но при этом происходит и наращивание долговой нагрузки до рекордных уровней. С 1971 года, когда отменили золотой стандарт, каждый этап наращивания долговой нагрузки приводил к кризису какому-то. По идее, мы должны были попасть в этот кризис где-то в 2019 году, но из-за коронавируса произошло дальнейшее увеличение налоговой нагрузки, поэтому это сейчас является одним из основных вопросов, что, собственно, будет с мировой экономикой, если что-то вдруг пойдет не так. Можно ли будет купировать кризис, который случится рано или поздно, потому что раз в 7-10 лет он неизбежно происходит с помощью дальнейшего наращивания долгов, либо же это приведет к многолетней стагнации. И на фоне всех этих денежных стимулов, естественно, мы наблюдаем рост цен на товарных рынках, который докатился уже и до России в виде инфляции на продовольственные товары. Но если смотреть на долгосрочный график, вот слева, долгосрочный индекс цен на биржевые товары, то, в принципе, мы сейчас находимся на понижательной фазе вот этой волны длинной. И то, что происходит сейчас, можно рассматривать как некоторый, может, как раз очень среднесрочный всплеск. Предполагать, что это перелом тенденции, мне кажется, на данный момент преждевременно. На текущий момент, как мы не боремся с коронавирусом и никак не проходит вакцинация, все это дело растет опять в начале апреля. Причем растет везде, особенно в Азии. Вот если там плоская кривая была, то сейчас у них пошел резкий рост вверх. В Европе, в Латинской Америке. Поэтому восстановление, которое сейчас будет происходить, оно все-таки будет, скорее всего, такое нестабильное, может быть, с некоторыми паузами, связанными с введением временных ограничений. Если смотреть на то, когда все-таки мы преодолеем болезнь в глобальном масштабе, то, на самом деле, еще до этого долго, и, скорее всего, мы можем уйти в следующий год с ограничительными мерами. На данный момент только вот Израиль и еще несколько маленьких стран полностью вакцинировали население. Близко к этому Великобритания, при оптимистичных гипотезах США, но остальные страны достаточно далеко еще находятся. Отдельные страны вообще очень низко в этом отношении. И при этом сохраняется высокий уровень ограничительных мер, который был характерен и для периода начала пандемии. В России среди крупнейших экономик у нас сейчас самая благоприятная с этой точки зрения режим. Интересно отметить, что восстановление происходит, во-первых, неравномерно, и, во-вторых, те страны, где растет промышленное производство быстрее, они быстрее выходят из кризиса. Там же, где спрос потребительский растет быстро, это не является гарантией выхода из кризиса быстрее. То есть накачка спроса в отрыве от реального сектора, она не создает предпосылок, скажем, для более быстрого выхода из кризиса. Но это к тому, собственно говоря, какую политику стимулирования проводить. Массово поддерживать потребительский спрос, либо же сфокусироваться на поддержке предпринимательской активности. Теперь хотел бы отметить среднесрочные перспективы мировой экономики. Вот это важно почему. ОСР и недавно МВФ, они посчитали, что мировая экономика вырастет на 6% в текущем году. То есть ОСР до этого публиковал 5,3%, МВФ сейчас 6% оценку выпустил, 4,4% в 2022 году. То есть это означает, что мировая экономика в 2021 году вырастет на 2,6%, а в 2022 году на целых 7,1%. При этом прогнозы по нефтяным ценам, которые закладываются сейчас в среднесрочный прогноз Миноканалом развития и других организаций у нас, это ниже 60 долларов за баррель в 2022-2023 годах. То есть при таком восстановлении мировой экономики, которое ожидается, это достаточно сомнительно. С учетом той накачки финансовой, тех денег, которые идут на фондовые рынки, такая динамика цен, которые закладываются в прогнозы, на мой взгляд, является необоснованной. И в конечном итоге, к чему это все приведет? Приведет к тому, что опять мы сформируем резервы, и на этом все. Весь эффект от возможных конъюнктурных доходов на этот короткий период у нас трансформируется в накопление резервов. И это, на самом деле, один из вопросов, как мы неоднократно отмечали и развилок экономической политики, о том, как использовать эти накопления, которые у нас уже есть в достаточном объеме, которые будут формироваться, по крайней мере, в ближайшей среднесрочной перспективе. Но при этом у нас сохранится отставание российской экономики от среднемировых темпов значительно, собственно говоря, это может быть одной из проблем, связанных с отставанием по располагаемым ресурсам в плане расходов на оборону относительно других стран и поддержания отставания по уровню жизни. Так, вот одна из проблем наших, в частности, это справа видеть график по экспорту. То есть у нас сырьевой экспорт перестал расти приблизительно в 2008 году. И как мы перешли к долгосрочному снижению сырьевых цен на мировых рынках, так экспорт стабилизировался, начинает падать. Несырьевой экспорт еще достаточно незначителен. И компенсировать вот это падение доходов от экспорта сырья мы пока еще не можем. То есть мы в долгосрочном перспективе будем жить при высокой доле энергоресурсов и сырья в целом, в широком понимании, то есть продукции первичных переделов в доле экспорта. Если, конечно, не произойдет каких-то экстренных событий, вроде того, что быстрого перехода на возобновляемые источники энергии, это, конечно, снизит экспорт сырья из России, тем не менее, это нужно учитывать. То есть у нас будет сохраняться влияние конъюнктуры на российскую экономику и, в частности, валютный курс. Здесь также важны те принципы курсообразования, которые будут заложены или будут действовать в долгосрочном периоде. Потому что, например, сейчас мы могли бы сбалансировать платежный баланс в 2021-2022 году при более низком курсе. То есть не 70 с чем-то, а 60. Но в долгосрочной перспективе все равно при той структуре экспорта мы бы вышли... То есть пришлось бы девальвировать рубль. И единственным фактическим способом удержания стабильности валютного курса является развитие внутреннего рынка и нормализация доли импорта на внутреннем рынке. Поэтому здесь относительно мирового спроса и экспорта в целом вряд ли стоит ожидать таких же вкладов в экономический рост, как это было до 2014 года, может быть, в среднем, если брать 2000-2014. То есть темпы роста будут, скорее всего, минимальными с учетом всей этой зеленой политики и того давления, которое оказывается на Россию. Но при этом важным направлением то есть на все эти вызовы, которые идут со стороны мировой экономики, мы фактически можем ответить только развитием внутреннего рынка. Поэтому приоритет здесь нужно сдвигать внутрь страны и, в частности, решать проблему сбалансированности платежного баланса и стабильности валютного курса на основе развития внутренних производств. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!